Приятно иметь перед своим рабочим столом, перед своими глазами вот такой волшебный мир джунглей. Эти джунгли интересны не только своей надводной частью. Подводная часть этих джунглей также очень интересна. Там обитают интересные рыбки. Это гара радужная. Эти две рыбки растут очень быстро в моем аквариуме. Из маленьких мальков уже превратились в довольно крупных рыб. Но это еще средний. Их размеры они будут значительно крупнее. Но сейчас уже они довольно хорошо окрасились. Появился красный цвет. На хвосте. И полоски у них ярко выражены на спине. Кремовые такие. Желтоватого цвета. Вот еще один сомик. Бычок. Точнее бычок. Рентипис. И вот бычок неоновый. По сравнению с гарой радужной рыбка очень мелкая. И удивительно, как она умудряется выживать в этом аквариуме, где столько крупных хищных рыб. Вот как этот Линиатус, например. Линиатусы питаются мальками и другой живой пищей. Это вполне определенно щука со всеми ее особенностями и повадками. Хотя она, конечно, не относится к щукам, но образ жизни четко как у щук. Пантадон. Рыба-бабочка охотится на мух и комаров. Может хорошо выскакивать над поверхностью воды и делать довольно длинные прыжки. Коридоросы. Очень хорошо смотрятся в этом аквариуме. В полумраке. Колючий монстр. То тут, то там мелькает ложная королевская тетра. Очень шустрые рыбки в отраженном свете отливают фиолетовым цветом. Это очень хорошо. То там мелькает ложная королевская тетра. ну и конечно же короли этого аквариума тетра конга которые все время прячется в коряжнике на заднем плане безумно хороша в сумерках этого полюдариума тетра конга но к сожалению тетра конга выходит из коряжника только на время кормления все остальное время проводит он там на заднем плане аквариума в корягах а 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